Канобу.ру представляет Субтитры создавал DimaTorzok Microsoft. Телесно-ориентированные игры Sony. Карманы полной жизни Nintendo. Чудо-юдо Рыба Кит Ubisoft. Далёкий крик души Electronic Arts. Shepard. Молодец! Microsoft. Открыла торжество компания Microsoft, пригласив ради такого случая целую бригаду водолазов из Modern Warfare 3, а также чудом уцелевшую Лару Крофт. Они слегка разбавили праздник движений и танцев, устроенных вокруг Кинекта. Волшебные мановения рук и ног коснулись звездных войн, жестокой древнеримской резни, простите, райс, и нескольких развлечений для дружеской посиделки, вроде безбашенных кроликов. Не обошлось без представления Fable Journey и целых двух Halo, самого первого, но подправленного и нового, положившего начало следующей трилогии. Выступление медиамагната Sony оказалось довольно предсказуемым. Их новая приставка получила официальное прозвище Vita — «Жизнь», и доберется она до ваших карманов аккурат под Новый год. Игрушки кажутся очень знакомыми. Маленькая большая планета поместится у вас на ладони, равно как миниатюрный Nathan Drake или веселая гонка Mad Nation Racers с пальчиковым управлением. Большую же консоль ожидает целая эпоха легендарных возвращений. Жестокий и трехмерный Кратос из God of War Origins, рогатый мальчик из Айко, енот-воришка Слай и, разумеется, Twisted Metal. Наверняка и хитрый бандикут Крэш притаился и ждет в своей норе звездного часа. Главная интрига выставки — таинственная приставка от Nintendo — обернулась, пожалуй, недоумением. Со стороны не скажешь, что управлять планшетом с грибочками, кнопочками, стилусом и камерой может быть удобно. Хотя, с другой стороны, открывается целая куча возможностей. Например, игра с выключенным телевизором и рисование. А так как мода на цифры в названии прошла, то консоль получила имя Wii U. Вот и думайте, что хотите. Конечно, и тут не обошлось без великого возвращения давнего любимца. Трусливый брат усатого водопроводчика вновь попал в жуткое поместье благодаря Luigi's Mansion 2. Конференция Ubisoft вызвала у нас, наоборот, слезы умиления. Наш старый знакомец Рэймон с веселой челкой бодро скачет по плоским уровням, совсем как в детстве. Конечно, Эдсо Аудиторе тоже изрядно поакробатничал. Так что после короткой заставки город почти обратился в руины. Но у вас будет шанс все исправить. Assassin's Creed Revelations появится на полках 15 ноября. Приятной неожиданностью обернулась демонстрация Far Cry 3. Герой, безусловно, другой. Но джунгли... джунгли ведь те же. А вот новые братья по оружию ударили нас обухом по голове и пришмандорили томогавком для верности. Бесславная четверка Furious 4 внесла особый вклад в борьбу с нацизмом и цинизмом. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Electronic Arts — это вам несимые и Гарри Поттеры. Это Звездные войны, новые приключения в Старой Республике. Это Шепард, капитан без страха и упрека, чтобы о нем не говорили кухонные сплетни. И третий — Battlefield, который покажет истинное современное поле брани 25 октября. А битва уже на футбольном поле FIFA 12 начнется на месяц раньше. И внезапный поворот сюжета мы увидели в Need for Speed The Run, потому что мы его, честно говоря, там вообще не ожидали. Новости мельком. Наш зеленый уголок DLC покраснел от крови. Это мимо пробегала жестокая Скарлетт из Mortal Kombat. Надеемся, она не опоздала на свой поединок. Ох уж эти женщины. Вот старина Дюк, несмотря на преклонный возраст, нарвался еще на три приключения. И в одном из них даже споет от всей души. А грустные волшебники смогут отмутузить своих друзей и неприятелей по мэджике уже 21 июня. Поклонники легендарной стратегии XCOM пребывают в смешанных чувствах. Ведь тактический сериал все же превратится в спонтанный боевик 6 марта следующего года. «Арма», игра, успешно сочетающая в себе и стратегию, и тактику, шаловливо подмигивает, намекая на свое третье пришествие. И тоже не в этом году. Голую правду о Хитман Абсолюшен нам так и не удалось узнать. Всему виной проклятая занавеска. Однако известно, кого она скрывает. Чикагскую радистку Кэт, вернее Диану. Увы, агент 47 в бегах, и потому его методы нынче не блестят изяществом. Но мы верим, что с дамой он обойдется как истинный джентльмен. Древний свиток за номером 5 оказался настолько старым, что рассказывает, как правильно охотиться на мамонта и вспарывать шею дракону. Когда-то Fallout 3 назвали Обливианом с пушками. И теперь уже Скайрим претендует на титул Fallout'а с топором. Хидо Кодзима не сидит без дела. Трудолюбивый дизайнер кует в своей студии новый движок, и дразнит персонажами, совсем не похожими на Снэйка. Поклонники Metal Gear кусают локти, а весь мир с придыханием ждет очередного откровения мастера интриги. Красавица и авантюристка Лара Крофт попала на остров невезения. И ладно бы сломанное ребро и вывих плеча. Ведь еще и безумные поклонники из местных аборигенов донимают. Жаль, спасательная экспедиция доберется до бедной девушки не раньше осени следующего года. Съемки скрытой камерой показали, что этот странный Данте из очередного Devil May Cry, пусть и выглядит как бродяга и алкоголик, зато дерется ничуть не хуже Вергилия. Даже в воздухе парить ухитряется. От голодной жизни стал легче перышко. С большим трудом мы разглядели в парочке размытых кадров благую весть. Прихвостни хаоса и верные слуги императора помиряются силами в новой сетевой битве Warhammer 40 000 Millennium Online. Во что поиграть на этой неделе? Пару лет прошло, а репутация в InfoMos 2 все такая же дурная. В Red Faction Armageddon продолжается истребление марсианской флоры и фауны. А медведь По из Kung Fu Panda 2 ничуть не унывает. Смотрите скоро на Канобу. Добрая видеорецензия на Дурную репутацию 2. На Хромой Кобылке добрался до нас Дюк Нюкем Форево. И мы обязательно расскажем про него всю правду. Ну и конечно же мы подготовили несчетное количество материалов с выставки E3. А наша бодрая семейка продолжает играть пока что в старые развлечения для PlayStation Move. Ну ничего страшного, ведь скоро все изменится. Мы уходим, перед телевизором долго не сидеть. Не надоело ли вам стрелять? Вот именно, лучше в спортом занялись, я вам фитнес куплю. Пап, какой фитнес? Dead Space покупай. Дай я тебе на бумажке запишу, чтобы ты не забыл. Я тебе лучше на бумажке напишу, чтобы ты уроки выучить не забыл. Все, Санечка, пойдем. В старом доме был подвал. В этот подвал никому не разрешалось заходить. Один мальчик однажды туда зашел и увидел, что в углу в клетке сидела старая женщина. Это тебе в детском саду рассказали? Грудничок. Когда прибежали полицейские, они увидели в том пианино гром и ту самую женщину. А черный заяц все стучал и стучал в барабан. Однажды мальчик нагнулся и увидел, что папа стоит не на ногах, а на копытцах. И тогда он его спросил, ты что, черт? Он сказал, да. Ну что, черти, вот ваш Dead Space. Нет! А вот еще. Однажды четыре девочки сидели у заброшенного дома. И вот они увидели старое чучело, которое колыхалось, а ветра не было. А ты говорил, что у нас дети не спортивные. Как видите, по-настоящему свежих проектов на выставке Е3 было не так уж и много. Создатели игр ужасно хлопочут и всегда одержимы жаждой деятельности. Да только боятся ошибиться, сделать неверный шаг. Вдруг людям не понравится. Тогда издатели осерчают и придется разработчикам собирать вещички и в ту же ночь ехать в Баден-Баден. А в лучшем случае в Кёльн. Ну а мы рады вас видеть на konobu.ru в любое время суток. Увидимся на следующей неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА